...разнику политических филосфоров в связи с гитаристской школой. И я вам обращу это, что много я уже рассказал о школе атомистов. Что еще можно дополнить о атомистах? Атомисты были детерминистами. Вот, с вами начались детерминистами. Детерминисты, причины, от общей новой условности, но, к сожалению, детерминисты не очень ясно. И по-разному, 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 что такое детерминисты, что такое детерминисты, как соотносится детерминист и фатализм. Все это непростые вопросы. Если мы признаем предчисленную условность всякого события, значит ли, что же мы признаем неизбежность наступления всякого будущего события, в силу являющихся фактов и обстоятельств. Одно и то же детерминист и фатализм, или не одно и то же. Этот вопрос не простой. И, вероятно, многие философы как раз отказываются от детерминизма в силу отождествления детерминистов и сфатализма. В частности, тот же Карл Коктер, например, утверждает, что он не детерминисты. Демокрит был детерминистом, детерминистом, но, скажем, опять же, сквызким детерминистом. Все происходящее имеет свою причину. В то же время на атомарном уровне мы имеем некоторое хаотичное, случайное движение, сталкивающим с силой, сомневающейся, 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 сомневающейся. В то же время, Демокрит не отрицал существование случайности, значит, случайности. Каким образом можно согласовать детерминизм и признание случайности? Этот вопрос мне представляется непростым, но можно предложить некоторые варианты подобного согласования детерминизма с признанием любви в тему случайности. Значит, наша задача состоит в том, чтобы найти такой детерминизм, который мне оказался фатализмом, и который позволял мне признавать объективность случайности. Сам Демокрит не признавал объективность случайности. Сам Демокрит говорил о том, что случайность есть лишь видимость. Он говорил о том, что случайность в результате нашего незнания недостаточно понимания вещей. В современной философии возникла такая интересная проблема, в которой породили работы Яна Лукасиевича. Проблема логического детерминизма. Логического детерминизма. Вот, может быть, я начну с этой современной проблемой, а потом вернусь к времени, пытаясь истолковать Демокрита, и в то же время показать совместимость, признание случайности, детерминизм с некоторыми, по крайней мере, формами детерминизма. То есть, необязательно, чтобы детерминизм не было детерминизма. Ян Лукасевич, формулируя свой логический детерминизм, опирается на идеи Аристотеля. У Аристотеля рассматривался пример морского сражения. Аристотель анализировал высказывание «Завтра будет морское сражение». Является ли данное высказывание истинным, или оно является логой? Вроде бы, и то, и другое. Если данное высказывание «Завтра будет морское сражение» является истиной, то нам нечего не сделать, чтобы завтра не произошло морское сражение. Все подрешено. Мы получаем какой-то футболизм. Ну и, нисколько не лучше, если данное высказывание каждого сражения, но можно, значит, как бы мы ни кидались на своих врагов, чем бы мы им не грозили, как бы мы снижали себе корабли, как корабли, завтра ничего не произойдет, и намаривают, скажем, военные штили. Никакое сражение не состоится. Все решено. В случае, если истинностное значение распространяется на рассказываемые на будущих событиях, мы получаем какой-то такой интересный футболизм, от которого неизвестно, как нам спросили себя. Сам Лукасевич предлагал перейти от классической логики, использующей два истинностных, увеличение неистинное и ложное, трехзначное, или какими-то группами логозначные логики, может быть, четырехзначные, но постановочные, четырехзначные, пятизначные. Логики, где есть, соответственно, три, четыре, пять истинностных. В случае, я не только истинное, но и ложное. Но можно интерпретировать и иначе. Можно отрицать правильность постановки проблемы Леониду Лукасевича. То есть, мы можем заявить, что неверно распространять категорию истинно соответствующим образом о высказываниях будущих событиях. Почему вы сбросите неверную? Мы прекрасно распространяем, если вы сказали, как вы видите эти телевизорности. Это будет неверным употреблением. То есть, неверным выражением будет сказать сегодня истину, что завтра произойдет на скорость рождения. Неверным будет сказать вчераному истину, неверным будет будет сказать завтра будет истинно. То есть, когда мы употребляем категорию истины, ее надо употреблять некоторым охроничным способом, не привязывать к категории истинно. так и избежать подробностей по работе. И можно сказать, что логический детерминизм является выражением некорректного подтверждения категории истины, которая связана категория истины со временем. Мы как бы утверждаем, что сегодня истинна, что завтра произойдет морское разражение. А выражение сегодня истинна является выражением не имеет смысла. Есть ли другие варианты вот этого? Этот парадокс? Лука Лукасевич не придумал ничего лучшего, как создатель многозначной категории. Но для того, чтобы построить детерминизм без ватализма, можно не прибегать к столь решительным следствам Маргару Лукасевичу, но можно более простым образом доказать совместивность детерминизма с деманной случайностью. Если у нас имеется некоторый бесконечный ряд событий, то это вовсе не значит, что бесконечный ряд событий бесконечного времени. Бесконечный ряд мы можем построить на конечном времени. То есть рассматривая причины будущих событий, например, завтрашних событий, мы можем достраивать бесконечные ряды, начиная с любого момента, например, бесконечный ряд каких-то событий, начиная с настоящего момента и соответствующего события, которое было произведено завтра. В таком случае, те события, которые произошли до настоящего момента, уже ведут причины завтрашнего расхода с нашим, но только те события, которые входят в один бесконечный ряд, начинающиеся с настоящего момента. Более просто давайте так. Более просто это произнести следующий момент. Допустим, мы говорим, что не завтра, а послезавтра произойдет морское сражение. Но может быть, и это морское сражение будет причинным условием обрежущими событиями, но может быть, тот ряд событий, который приведет к послезавтрашнему морскому сражению, начнется только завтра. Вполне может быть, что этот бесконечный ряд сегодня еще не начался. Он начнется завтра. завтра какого будет действия, явления, еще и чекану. Поэтому послезавтрашнее морское сражение может и произойти, может и не произойти обороны. Обороны события, которые основаны все равно вложения своих вещей, которые не правильные что-то имеют. Вот это так, да, это так. Здесь надо рассмотреть еще и то, что причины не могут между собой пересекаться. Одно и то же событие может быть элементом различных причинных требований. Ну, допустим, вот причиня ряд 1, а вот причиня ряд 2. К искомому событию послезавтрашнего дня будет только лечить ряд 1, но не причиня ряд 2. вот это, допустим, завтрашний день, вот это допустим, сегодняшний день. Как это называется? Нет, это альтернатива. Это другое сегодняшний день. Это завтрашний день. Это послезавтрашний день. И послезавтрашний день будет таким, только И в том случае, если сегодняшний день является таким, а не таким. Хотя завтрашний день будет одинаков и для того развития событий, если сегодняшний день такой, и для того развития событий, если сегодняшний день такой. Получается, не знаю, какой сегодняшний день. Это странно. Это странно. Так, давай только дружим. Я не знаю, какой из своих наших людей. А почему вам это кажется страной? Это же настоящее, мы не обрадованы ни вот этой неопределенности, как на будущем. Ну, здесь можно говорить о непределенности в разных смыслах. Это эстетическое, я не знаю. Настоящее всё, в общем-то. То есть, я не думаю, что это очень странно. Но даже если мы чего-то не знаем, реальное положение дел в одно. Реальное положение дел в одно, да. Да, но определенно в настоящее. Реальное положение дел определено. И в таком случае... И что вы хотите сказать? Ну, когда вот эта альтернатива... Ну, допустим. Она как-то не нужна. Допустим, реальное положение такого, как вы работаете, да? Да. Эта альтернатива нам не нужна. Ну, если мы думаем, что тварь... Ну, тогда мы точно можем сказать, что у вас не будет сражения после завтрака идея. Тут причина в том, что... А знаем ли мы вообще, как выглядят эти ряды? И как они будут в будущем внутри? Мы, конечно, не знаем. А мы что обсуждаем? Наши знания или вот реальность? Конечно, нас интересует реальность. Если мы были над этой альтернативой, мы должны быть их интересоваться. Но как поинтересуется реальность? Могут быть две позиции. Либо реальность, это, 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 вариантов, возможностей, возможностей. Либо реальность имеет какой-то более, довольно так, выделенный характер. Так, ну, не знаю, не знаю, точек. Только интересно. Вы, скорее всего, складывались ко второму реальность, если это какой-то другой характер. Поэтому... А что будет? Ну, поэтому у нас есть какой-то архомат данных, из которого мы можем вычистить, что будет дальше. Да, но... И оно определено. Ну, допустим, это вам известно. А я считаю вот так. И, по-моему, получается, так уж как у вас. Завтрашний день, а после завтрашнего дня? Да, да, после завтрашнего дня только. У нас разный набор данных. У нас уже он только одно мнение. Он какой-то определенный, либо такой, как я думал, либо такой, как вы думаете, либо как кто-то еще, но только что-то одно действительно. Мы с вами не оказываемся в разных послезавтра. Мы не оказываемся в разных даже здесь, несмотря на то, что мы оказываемся в разных здесь. Мы живем в одном мире или в разных? В одном. В одном. Значит, у нас и сгония совпадает, и у нас, и завтрашний, и послезавтра. Мы пойдем по какой-то одной траектории. Независимо от того, что он будет там с вами думать. Одинаково или два? Одинаково или два? Ну и одинаково, конечно, будет решение, как я сейчас не упал. А? Сейчас проще будет осмотреть на роду. Вот так. Ну, значит, мы пока не знаем, возможно, где-то, где-то, где-то сфотографистом. Возможно, где-то, 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 где-то. Да, этот вопрос и стерцит не существует. Ну, меня волнует вопрос. Как мы вообще можем знать, что у нас вот эти вот предыдения конкретные уже определённые, то есть их структурные как можно вообще знать, что одно будет сказать, другое? Мне кажется, это, наоборот, только уже позднее, при историческом расследовании, и эти ряды можем восстановить. Этот вопрос мы, скорее всего, не разрешили. Ну, не можно понять из-за того, что мы можем решить, что классика тоже не будет шутиться по разным соответствующим вопросам. А другие сами нападают, да, например. Ну, а другие могут быть снижаться по разным соответствующим вопросам. Ну, да. Ну, да. Ну, тут есть самые причудливые варианты решения. Ну, например, если к Нарусу мы обратимся, он бы с вами тут же согласился. Он бы сказал бы, что миров бесконечное множество, мы их конструируем. И каждый из этих миров одинаково реален. Как и друг. Ну, да. Ну, да. Ну, ничего. Адипозиционное собрание. Ну, что? Я не готов такую позицию не принять. Я не готов продумать, что я предпочтю. У меня, мне кажется, это межеское настроение. Это логический, как говорим. Нет, мы как-то в одном режиме, каждый, который был в своем. Да. Не обязательно говорить, что нужно. Можно сказать, что с конечным множеством мы их наконструируем для различных миров. Я считаю, что они находятся. А про кванта Василубийства слышали? Кто-нибудь слышал здесь про кванта Василубийства? Да. Ну, слышал. Да. Есть такой мысленный эксперимент. Он, значит, заключается в следующем. Мы, допустим, создаем какое-то ружье, связанное с измерительным прибором, который измеряет спин электронов. Спин электронов – величина неопределенная. Он как бы обновременно имеет значение вверх и вниз. Но прибор всегда показывает нам какое-то одно значение. Определенное. Поскольку он может себя проявлять так или так. И если я представлю себе это ружье в голове, то я однозначно выживу. Но вы с вероятностью 50% увидите моего названия стенки. Если я нажму на курок сто раз, я точно выживу. Но вы почти наверняка этого не увидите. Каждый раз, когда я нажимаю на курок, Вселенная разделяется на две. И в одной показаниях прибора такие, а в другой и такие. Поскольку я не могу осознавать себя в той Вселенной, где я умер, я осознаю, что я выжил. А вы с вероятностью 50 на 50 себя осознаете в том или в другом мире. Но он отказался реализовывать. Он сказал, я-то выжил, а вот моя жена станет с одной. А то надо быть членом. А вот с вероятностью 50% что у нас на этом было? Ну, чтобы хорошо показать этот эксперимент, а то не разношение на руках. Это тоже очень экстралагарная антропия. Получается, что те миры, в которых мы указываем, не одинаковые варианты. А вот действительно с женой интересно. В половине раз будет несчастная жена, а второй половине раз нормальная. Жена с женой уже. Вы можете разложить? Вы можете снова выключать? В половине зажимая за жены, а в половине зажимая. Но это не соответствует томой в том, что мы делаем с одной плюсами? В 12-12 минуте. То есть она попала, то есть она, попала? — Сложный вопрос, интересный вопрос, конечно. Мы из этих людей в Вене мире живем. — Да, потому что на клинике там. — Только кто-то за Филинизу работает. — Игорь Математик наш. И его, как раз, женщинку угрожают в фильме «Игры разума». Если вы посмотрите, если вы посмотрите. Осталось, что он интересен. «Игры разума». — Так, значит, к этой теме мы, конечно же, вернемся. Вот это организм стоит обсуждать уже с методологией. У меня уже есть история или нет? Мы забыли о себе. Мы понимаем, что мы начинаем. И с чем мы согласились? Так, давайте, значит, продолжим историю. Оставим демобитр в покое, поскольку у нас нету средств, разрешить возникающие вопросы. Так, ну, вообще-то я немножко перепрыгнул. Для развития науки, конечно, имеют значение и софисты. Сократов большое значение. Школа софистов. Школа софистов, прежде всего, имеет значение для развития гуманитарных наук. Для развития гуманитарных наук. Человеки, общества. Выдающиеся софисты были основателем военной топики, основателем социально-политической теории. Не могу назвать таких автарий, как Боргий Протокор, Израильные софисты. Боргий Протокор. Боргий Протокор Меослава Человеки из мира всех вещей, существующих, 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 существующих. В протоколиях, как бы, был релитивистами, настаивал на том, что истина относительна, у каждого индивида своя собственная истина. Точнее, он утверждал, что всякое мнение есть. По вашему мнению, например, эта вещь холодная, по моему мнению, эта вещь горячая. Чем мнение является правильным? Чем мнение является истина? Ваши мнения. Кого отличают? Ваши истины, мою истину? Вам кажется, что она холодная? Мне кажется, что она... Как, что кому кажется, так оно и действует? На самом деле. Понятие холодного и теплого неопределения. Да. Их не привяжешь к шкале Цельса или к шкале Френтгельта? Кирин. 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 Ну, что я буду послать? Вот. Значит, и получается, что каждого своя собственная истина. Протогода основательного ревентивизма. Человеке не справляется в хуще. Как как право, так и реализации. Ну, вот этот ревентивизм, с одной стороны, в социально-политическом смысле это и не плохо. Но в смысле научной теории это не очень хорошо. То есть, у каждого своя истина. И каждый будет утверждать, что положение белого, положение белого по подлоге не кажется. Для научной теории в области исследования природы это не годится. Но для политической мысли это может и сойдет. Хотя бы можете сказать, что у нас есть и ревентивистская физика, которая очень подтверждает об относительности движения внутренних пространств. Ну, ревентивизм, протопор является ревентивизмом другого, если мы здесь не говорим о фундаментарных понятиях. Ни в какой-либо истина не может быть влиять в принципы объективности, в принципы объективности, в истинность и адекватности. Поэтому для теории, которые занимаются изучением природы, в фундаментарном смысле, в табористом смысле не потребует. Несмотря на то, что ревентивистское язык, это, конечно, замечательно. Так. Горний был нигилист. Он размышлял в духе… Как это называется? Многика давно пересматривал свои основания. Радикал? Радикал? Нет, не монотонная логика. Не монотонная. Мы пересматривали умеющуюся информацию на каждом шаге собственного. Волгий аргументировал. Ничего не существует. Горний тезис. Прямо не хотела полазить, полюбинам. А если существует, что не познаваемо? А если познаваемо, то не выразило слово и не сообщает? А если познаваемо, то не выразило слово и не сообщает? Такое рассуждение в духе Неморатома, когда присматриваются основания на каждом шаге. Был вегилистом, считается отцом риторики, сразу замечательные речи. Для нас дошли бахвала Елене Прекрасной и хула Елене Прекрасной, которая осуждается Елене Прекрасной и то и другое. Софисты обратили внимание на логическую аргументацию, они придумали аргументы некорректные с логической точки зрения. Есть аргументы, которые парадоксальны, но которые корректны с логической точки зрения. Я вам такие уже приводил. Проба расслужиться вполне корректные, без всяких умов, построенные на рассуждение. Тем не менее парадоксальны. Человек, говорящий алгор, если он говорит правду, значит, он говорит. Если он взвод, то говорит правду. Аргументация софистов немножко другая. Она не просто парадоксальна, она логически некорректна. Она построила зарядную ошибочную технику. Например, если я вас спрашивал, то, что вы потеряли, вы имеете или не имеете? То, что вы не теряли, вы имеете или не имеете? Я думаю, в общем смысле. Если я попал бы конкретно, то смотря, что... Ну, да. Можно попотребовать, чтобы я уточнил свои вопросы. О чем я именно говорю? То ли о том, что вы имели и не теряли, это вы имеете. То ли о том, что вы не имели и не теряли, это вы как и не имеете, так и не имеете. Но если мы не проведем эти разграничения, то следует второй вопрос. А вы рогателю? Да, но если мы провести разграничения, то все в порядке, вы ответите, и отобьетесь. А если эти разграничения не провести и сказать, что то, что я не терял, не имею, то получается плохо. Здесь заведомая уловка, которая используется для того, чтобы уворачить софисты. Подобные рассуждения называются софистами. Софисты. Заведомая уловка, нарушение права человека. Это софисты. Так, значит, софисты проводили интерес к логической аргументации. Они показали, что язык может быть избыточным в отношении к нашей мысли. И все, что мы можем сказать, мы уже редким образом просят. И упорядочили эту избыточность произвольным образом. Ну, то есть, каждый индивид на свой страх и риск мог решать данный вопрос. Каждый мог считать свое мнение истиной, как и мнение всех прочих. Другие люди дали свое мнение и мнение отлично. Либо считать, что ни одно мнение не является истиной, как тот, кто правил Бог, в том, кто правил Бог, в том, кто правил Бог, в том, кто правил Бог. Значит, интерес, прежде всего, в области гуманитарных и социальных наук. И софисты, в общем-то, и занимались прежде всего риторикой, ораторской подготовкой. Они были платными учителями. Они были посвидетелем, где им могли быть. Они распространяли на землянское знание. Такие широкие демородные классы. Насколько широких. Насколько широких, насколько и богатых. То есть, учиться у софистов могли лишь наиболее... Дети наиболее из различных семей. Поскольку учение у софистов стоило очень много. Софисты были весьма легендыми людьми. Один из софистов подарил религиозному храму Парни ноги с чистого заработал. Честно заработал. Здесь... А стать софистом как? А стать софистом... А что Вы имеете ввиду? Чтобы могли... Точнее, к нему могли видеть первых учителей. В обществе была определенная потребность. В связи с электромением демократических режимов требуется искусство слова. Требуется взаимолвождать, ориентировать. И как только мы имеем первые демократические режимы в Афине, на которых в других государствах, так сразу же и начинается в обществе. Платят только за то, что дает нам и умение. Позволяет убеждать и доказать, что у тебя, мой дорогой оппонент, в этот раз, по этому виду нет. Нет, а вот так же вы видите, вот это вот, известно, что не нацисты, что-то тут было. Что-то с одной анализом сначала. Ну, да, специальных учителей не было. Ну, да, специальных учитов не видела отрас, естественно. Нет, у меня остатка, а у нас кружая, что-то нет. Они отмножались, конечно. Каким образом воспроизводилась кондиция ассистов? Она вас произвела за протяжение нескольких поколений с восходящими из города. То есть, я вам назвал великих мыслителей, в общем-то, катагоры Ольги, которые интересные и красотские идеи предлагали. Поздние софисты, в основном, учили уловка, зарабатывать деньги на натаскинг, на граждан, на ораторскую. И так было, короче, 9 месяцев. Были менее интересные. Так, и где интересна ситуация с протокором? У протокора ученик, которого звали... Ну и апостолы, ну что-то вылезли. Ну ладно, не надо. Они составили такой договор на обучение. Протокор читают свой курс лекций. И ученик слушает курс лекций, ничего не платит. Гонорар не платит за обучение до прохождения полного курса. Лишь после того, как он испытает свои знания на практике, он, видимо, занимался судебной практикой, был судебным, согласно финским законам. Если выигрывает свое дело, если приходит успехом, то платит гонорару. Если проигрывает, то не платит гонорару. Но проучившись у протокора, наш ученик перестал заниматься судебной практикой почему-то. И гонорар не несет, и судебной практикой не занимается. Тогда протокор учил к своему ученику и говорит, дорогой велик, заплати мне деньги. Потому что, если ты мне их сейчас не доплатишь, я на тебя подал в суд. Если ты выиграешь этот суд, то, согласно нашему договору, ты должен будешь мне заплатить, только первое твое дело после учения у меня. Как вы договорились, денег не много. Если ты не выигрываешь этот день, то суд приговорит тебя заплатить помощь за все твое увлечение на гонорар. Поэтому лучше сразу заплатить и на 100%. Потом новый ученик, видимо, оказался достаточно способен. Он говорит, уважаемый учитель, если я выиграю первое дело, то в решении суда будет значиться, что я вам ничего не должен за учение. Значит, я вам ничего не привыкну, чтобы все хорошее решение за учение. Значит, так все-таки компенсируется. А если я проиграю это дело и суд вынесет постановление, что я вам должен заплатить, то ждите проверку. Мы с вами договорились, что я вам ничего не должен. Суд состоялся в легенде. И решение было вынесено такое, что вообще-то за обучение полагается номерами обратить. Но в данной ситуации, в данной ситуации, в данной ситуации, суд решил направить договор в государственную указу. Гениально. Суды. То есть, вы заплатите за деньги? Ну, государство. А я думаю, что вы можете заплатить. Да, в государственную указу. Суды. Значит, в суде были люди подготовлены к тем, что протоколы и софистов и правы. Я уже хотел суд признать, что договор был неприятный. Софисты были просветителями. Без софистов не было ничего от европейского человека. Они донесли признание от физиков, от математики, от левиц до народных масс, ну, допустим, не совсем широких, но достаточно широких, чтобы стало известно всем. Это первое европейское посвящение. А вы со мной отказали? Угу. 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 Вот так. Да, логическая аргументация, она заплатывалась еще за из философистов. Зиного. Зиного, кстати, называют отцом диалектики, отцом логическим искусством. Минники его так называют. И в парвенингах. Ну, вот еще пример из парвенинда. Но это уже не езотическое умение. Это парадокс. У меня brackets с обердением. Прямое доказательство невозможности множественности. Вот сегодня доказательство методом антидативного я вам уже приводил, который практиковал зимой. А прямое теперь доказательство. Аня, это вариация. Вот такая вариация есть. То есть это равен словам, я больше доказательствам. Если бытие множественно, то вам, по крайней мере, очень двойственно. Если бытие двойственно, то должно быть что-то, что разделяет первое и второе итие. То, что разделяет первое и второе итие, может быть либо небытием, либо небытием. Если то, что разделяет первое и второе итие является небытием, то оно не является чем-то разделяющим. Если то, что разделяет первое и второе итие является небытием, то такое невозможно. Потому что небытие – это нечто, что не может нами выноситься. Значит, множественно, если невозможно. Ну, давайте в другом порядке. Нет, давайте в том же, когда ранее было. Ну, в расчетах, в таком случае, потому что. Для того, чтобы бытие было множественно, то, по крайней мере, должна быть двойственность. Для того, чтобы было множественность, нужно, чтобы на что-то, что разделяет первое и второе бытие. То, что разделяет первое и второе бытие, может быть либо бытием, либо небытием. Если то, что разделяет первое и второе бытие является небытием, то оно не разделяет первое и второе бытие. Если то, что разделяет первое и второе бытие, является самобытие, то оно не выслит. Здесь надо объяснить, почему небытие не мыслит. Это принципиальный текст, согласно параменину. Всякая мысль есть мысль о некотором предмете. Бытие не является таким предметом. Небытие не является каким-то предметом. Поэтому людей не может быть. Почему нужно по какой-нибудь специального библиотека? Суперсов. Третье, это выражение. И где я здесь. Даже пустой библиотека. Библиотека, но мы очень много. Что за свое отношение? Ну, а это раздели, что должно быть либо с тем, либо с тем, либо с тем. Здесь есть стандартная классическая выражение, что вы сможете всего 300 кг. Болоская сонка. Ну, если, конечно, 1% не узнают, что это не имеет значения, то можно использовать. Но если нет 1%, то больше не будет. Так. Да. Ну, это у него физиология. Это вполне порядочное рассуждение. Приведущая продукция. Важная заставляющая соединенность. Обработает множественность. Идя очень общая. Так. Теперь можно перейти к Платону. Размышления о бытии Платона очень интересны. Почему? Потому что Платон считал, что бытием является нечто идеальное. Платон был продолжателем пифегорийской философии, высоко ставим математику, математическую философию. И многие свои примеры иллюстрировали математику. Если она нарисовала такую фигуру, то что это такое? Три. Мы скажем эту. Вы скажите треугольник? и скажете, что прямоугольник, и скажете даже, что равномерно-бедный прямоугольник. Но на самом деле это не только неравномерно-бедный, не только не прямоугольник, но даже и не тревогольник. Как бы мы не пытались изображать тревогольник, не всегда приходит на точное изгорение, но и достаточно точное изгорение, показывает, что у нас тревогольник не тревогольник. Что сумма уголов не равняется 180, а чем больше, а чем больше, и что стороны не являются совсем прямыми, а что положено согласно управлению, если используют эти числеты. Ты еще скажи в вакууме, потому что у нас искажение двигает. Искажение зависит от того, с какой скоростью мы попадаемся. Но если в атмосфере, то оно зависит от перемещения воздушных масс. Гравитационная атомия, например. Да, но фишка теория относительности в том, что мы это не измеряем, будет, что люди приняли. Нет, но вот это же то, что мы начинаем действовать, все равно можно что-либо делиться. Нет, ну сумма. Спрашиваем, что тревогольник сначала пересекает. Значит, тревогольник сначала дает нам тревогольник, который не надавится, значит, не надавится, значит, не надавится, да, каков-то здесь. Ну, вот здесь надо доказать, что света распространяется по прямой. Если вы докажете, что света распространяется по прямой, то что это не может быть. А вы докажите, что есть такое способное заявление, которое не может показать, что света распространяется. А вы предлагаете просвенно доказать что-то не доказательство, потому что вы предлагаете мне доказать? А все зависит от того, что захочу. И даже если я не докажу, это не значит, что я не могу доказать. Ну, даже если я не могу это доказать собственным разумом, это не значит, что это невозможно сделать в принципе. Так что это все равно доказательство. Посвенно доказательство не обманчивается. Так. Ну, вот, значит, все-таки остается сомнение на насчет любого мира построения. Ну, да. Здесь вы ближе. Вот. Реальность – это яма, это пещера. Бытие – мы прекрасны. По Платудову именно так. Тот мир материальных вещей, в котором мы живем, это что-то ужасное. Это что-то такое же кривое, как наши треугольники и огромность. Т.е. у вас есть какой-то принцип, а где прибывает ваш принцип? Принцип треугольника прибывает в гиперургании. Это как раз за небесное место, где идеи личные, совершенные, правильные треугольники, правильная окружность, идеи успеваемые. Это как раз гиперургания, это как раз то, что скрывается за вещами. Вещи являются грубыми подобиями. Это работа математического материала, который уже рассказывается. И вот он очень напоминает фибрилетику, он очень много взял фибрилетику. Не может быть вещь точно соответствующая идея. А может быть идея точно соответствующая вещь? Такая посылка имеет смысл, но она имеет смысл рисованности и познания. Мы видим какую-то кривую вещь, нарисованную на диске. И в нашей душе пробуждается что-то прекрасное, идея треугольника. И Лидия – радость. Одна величина равна другая. Но ведь в нашей действительности, в нашей пещере не бывает, что правда еще равна по всему другому пещеру. В каком смысле? Да. Тако что-нибудь одинаково? У нас два в два в два. У нас есть два. А какие у них позиции? Вы можете сказать... Ну, а можно ли говорить о импульсах? Можно, но точно так же. По зеленой кардинам. Но вместе с той кардинам дают определенные причины. А не определенные значения на какие-то есть? Есть множество физических неразличенных вещей. Вполне редко. Нужно физическим неразличимым вещам. Это акционные полосы. Несколько конструкций. Много полосы. Но если мы понимаем тождество, как тождество неразличимое, то можно сказать по электронным тождествам. Много полосы. Ну, я не могу, как вы помните, что это странство, потому что я не учил это в таком положении. Да, вообще не было. Да, вообще не было. Да, вообще не было. В таком положении. В таком положении. В таком положении. В Москве у них тот другой момент. Либо не в тех местах, либо вместе, но мы не так и скользко. А зачем? В таком положении. Мы же не говорим о том, какое-то... А вот в наших условиях воздействия всегда, почему-то включает. Мы не можем воздействовать в таком положении. Нет, это будет про пространственное расположение. Если вы тождество понимаете, как тождество неразличимое. Если мы не можем воздействовать в таком положении, то и тождество. Другой вопрос, может быть, не можем воздействовать в таком положении. То есть, можно ли говорить о том, что... Мы начинаем. Мы можем создать такие условия, в которых мы не будем способны осуществить. Можем создать условия. Да. Это называется лучшая эритология. Ну, тогда они не тождества. Ну, какими условиями, а самая большая условиями. Ну, все равно, если принципиально возможно, то мы не делаем. Мы же не делаем. Мы же не делаем личности. Если мы такие условиями, то тогда мы не тождества. Ну, все равно. Значит, принципиально возможно создать такие условия, где мы проведем лечение электронов. Значит, электроны являются в физическом смысле на тождестве. Но, в данном случае, вы можете сказать, что тот, который был здесь в лечении, потом оказался здесь в лечении, тот, который был здесь в лечении, потом оказался здесь в лечении. Так, в каком смысле на тождестве? В физическом или на тождестве? В каком он не тождестве? В каком он не тождестве? Ага. Значит, с точки зрения истории, не тождество. Да, патронировать все. С точки зрения, скажем, ну, физического статуса – это не тождество, но с точки зренияran любой истории – это не тождество? Да. Понимаете, поэтому с ними раз ты больше, потому что у него надо доходить. Я затрудняюсь, как здесь трактура, то ли вы здесь имеем торжество неразличимое, то ли вы здесь имеем торжество неразличимое. В физическом смысле, с точки зрения физической теории, мы их можем различить, их можно назвать, если мы будем двигаться по которым мы успеем. А можно так сказать, что с точки зрения квантовой теории не торжество, а с точки зрения нашей физики не торжество? Ну да, классическую. Мы берем некоторые приборы, и эти приборы позволяют нам выявить неэдритичность соответствующих. Как вам там выявить, а с точки зрения квантовой теории? В общем, да. Ну, такой салон можно выявить, 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 выявить. Это тоже некоторые смыслы, но это не смысл. Классический. 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 Ну, это как-то парадоксальный, да? По идее, квантовая должна быть более футболитарной. В таком случае получается, что классическая физика является не менее футболитарной, чем квантовой. Классический, да. На этой работе. Да, на этом классический. Ну, это противоречит принятым взглядам, что более фундаментальные теории являются более общими, что они охватывают предмет полонести менее фундаментальных теорий, что квантовая теория является, как бы в учебниках. Мы, конечно, теоретически можем рассмотреть падение ручки на стол при помощи квантовой теории, но для этого нам придется решить уравнение для каждой частицы. Частицы тяжело, просто. Решить это будет способно. Крайне тяжело. Так что это без проблем? Да. Это можно не заменять разным случаем разного. А нельзя сказать, что классическая физика будет в этом металлочке? Только в историческом смысле. Только в историческом смысле. Да, врачи зашли. Я, когда Тумаков описывала, в этом году, я эти вещи не буду. Надо смотреть ответственность, потому что сейчас, ну, от событий мы говорим. Ну, да, уже, правда, расширена. Расширена. Расширена? Расширена. Расширен. Тумак. Все, я вам скажу. Расширена. Почему квадратные палочки вставляются в грунтые дырочки, если площадь квадратной палочки, торца квадратной палочки меньше, чем хочется? Не вставляйся, если ты сильный. Квадратная физика также не ответит, как она не ответит на вопрос. Что это за электрон? Другой электрон. Аклассическая физика? Крем. Ну ладно. Я тоже думаю, что это изящно. Поэтому, как их рассмотрел бы историю? Ну ладно. Ну и идея очень интересная. То есть мы можем отрицать лучшую гуманитарность квадратной физики, на самом деле, с классическими элементами. Это длительные аргументы типа излечения электронов вставляемости, которые получат в грунтые дырочки. Есть случаи, в которых каждая теория не работает? Либо методы теории, которые работают не всегда. Поэтому больше или меньше – это так. Просто из организма принимается. Здесь вопросы о гуманитарности. Ну вот в математике существует понятие невычисленности. И понятие невычисленности во всеми означает, что мы не можем вычислить по причине трудности, соответствующего процесса. Означает нечто принципиальное, не зависящее от нашей вычислительной способности. Да, но есть понятие невычисленности, и это понятие имеет вот такой принципиальный смысл, не зависящее от наших счетных способностей к применению. Где-то в том, что мы рискаем в математике, мы знакомы с задачами и решением, которые мы должны составить алгоритм. Да, это относится как раз к величисленности. Если мы должны составить алгоритм, то мы должны понимать, что у нас есть. Какая численность? Спасибо. А-а-а. Слыши.